Вся наша планета на один день превратилась в огромную учебную аудиторию. Накануне состоялся оставший уже традиционным всероссийский географический диктант. На этот раз организаторы превзошли сами себя и вышли на международный уровень. Жители 26 стран смогли проверить, знают ли они, сколько в России рек и какие самые высокие горы. Надежда Алешкина присоединилась к масштабной акции. Я полностью согласен с мнением Белинского. Он выражал, что человек, который любит свою страну, должен ее знать. Нужно интересоваться своей страной, своей историей. Нужно знать не то, как тыкать кнопочки на компьютере, но и, так сказать, немножко больше смотреть. Над тестами и картами склонились все участники диктанта. Начинающие географы то и дело совещаются, а опытные концентрируются, потому что знают ответ или нет. Слава Богу, справа и слева от меня сидели студенты-географы-экономисты, которые довольно неплохо знают географию. Но что-то я им подсказывал, что-то они не подсказывали. Впервые весь глобус от Аргентины до Австралии отмечен точками, где отвечают на вопросы. Как можно выудить в облах, с каким животным никогда не встретится снежный барс? Какой город, участник чемпионата мира по футболу, хорошо видно даже из космоса? Или на каком из космических снимков изображена тундра? Больше всего заданий посвящено русскому северу. Тест проходит достаточно быстро. На каждый ответ дается не больше 15 секунд, при этом попросили выключить все мобильные телефоны, поэтому опираться приходится только на свои географические знания. 30 вопросов, разделенных на три блока, нужно пройти меньше, чем за час. Как успехи? Хорошо, все нормально, пишем. Сложный диктант? Сложный, надо подумать. Впрочем, похвастаться знаниями географии в этот день могли только те, кто готовился специально. Потянуть предмет решили и спортсмены, и политики, и актеры. Я решил... Подвергнул себя этому серьезному испытанию и несколько разочарован своими результатами. Я получил удовольствие. Хотя и повторяю, думаю, что у меня, дай бог, троечка. И даже профессионалы этой области узнавали новое. Матвей Шпарой, известный на весь мир полярный путешественник, и диктовал тест, и параллельно на него отвечал. Мне, наверное, покраснело, и у меня ответ на этот вопрос я не знаю. Как стать новым Колумбом и узнать самое интересное о земле, по которой ходишь? Как история страны открывается с каждым пройденным километром. Полярника забросали дополнительными вопросами. Для того, чтобы стать настоящим путешественником, очень важно научиться делать то, чего ты делать не хочешь. Потому что очень часто нам хочется поспать, а на самом деле нужно куда-то идти вперед, к новым знаниям, к новым открытиям. Вопреки расхожему мнению о том, что школьники не отрываются от планшетов и больше их не интересует, аудитория географического диктанта в основном подростки. Вместо выходного дня они сами устроили себе дополнительный урок. В юных головах мечты о больших путешествиях по России. Я собираюсь в ближайшее время, возможно, сходить на Эльбрус. И очень хочу поучаствовать в молодежной фрагменте на Северный полюс. Тем более, что мне в этом году уже 16 лет. Узнать результаты диктанта можно будет 1 декабря. Но уже понятно, что не дожидаясь подсчетов, участники проверят свои ответы. А то и отправятся в путешествие. Ведь прочитать в тесте это одно, а увидеть своими глазами куда интереснее. Взять хотя бы вопрос про полярную ночь, которая наступает в середине зимы в Норильске. Это правильный ответ. Надежда Алешкина, Петр Пестряев и Дмитрий Жуков. Известия специально для РЕН-ТВ.